27 декабря 2023 года, трансформационный день для тех, кто родился 27 числа, и это среда, полнолуние, Марс, переходит знак Стрельца, время удачи для восходящих овнов, путешествуйте и раздавайте свои знания. Возможно, начало крепкого союза, если вы воспитали свой дух на яркость и принятие. 28 главный урок – помогать и воодушевлять в сложной ситуации тех, кто паник, тяга к спорам, в лучшем смысле это факел, сияющий во тьме и рассеивающей иллюзии. Больно может быть тогда, когда вы долгое время пребывали в иллюзиях. Дизайн человека дает такой посыл – смотреть вперед, если на душе радостно, появятся и занятия, доставляющие удовольствие. Либо внутреннее спокойствие внешне проявляется как радость, либо вы ищете сильных впечатлений, чтобы от чего-то просто сбежать. Избавиться от страха и беспокойства при видимом бездействии. Когда вас увлекают посторонние веяния, важно не сворачивать со своего пути. Устранить причину болезни, а не бороться с симптомами. Рассмотрев суть проблемы, вы сможете увидеть, существует ли проблема на самом деле. Медитируйте. Отсутствие эгоизма – искать и находить способы для продвижения других. Если у вас есть скрытые мотивы, пересмотрите свои принципы, раскройте сердце. Равновесие. Если расти и развиваться вместе с окружающими, от этого выиграют все. Щедрость. Поддерживать каждого, отдавая и принимая. Источником вашей щедрости является ваше личное благополучие. Вы способны совладать с чувствами и пережить неудачи, не принимая их близко к сердцу. И поскольку сегодня среда, день Меркурия, хочется поговорить про писательство, ведение блогов, сочинение рассказов, стихов, написание писем от руки, ведение конспектов, Меркурий отвечает за письмо в любом его проявлении. В абстрактном гороскопе третий дом, который отвечает за литературный талант, писательство, находится под управлением Меркурия, знак Близнецы. И развивая в себе эти качества, мы гармонизируем Меркурий и в то же время улучшаем третий дом, который также отвечает за силу воли, решительность, авантюризм и смелость. Этот дом называется дом Упачаи, который в начале жизни дает не очень благоприятные результаты, но с накоплением опыта он начинает давать удачу. Многие считают, что писательство не мое, но на самом деле этот навык поддается развитию, главное начать. И даже если на первых порах это дается трудно, не унывать, потому что со временем будет получаться лучше и лучше. Можно провести аналогию с бегом, когда мы в первый раз выходим на беговую дорожку, то с трудом пробегаем 500 метров, но если тренироваться каждый день, то совсем скоро и 5 километров будут обычным делом. Конечно, из каждого Льва Николаевича не получится, но вы даже не представляете, сколько полезных качеств в нас будет развиваться. Умение ясно излагать мысли, выражать чувства и эмоции, говорить четко, по делу, красиво, с оборотами. Ну и не забываем, что уверенность появляется, смелость, решительность, ведь улучшается третий дом, дом золотых рук. Писательство может дать вам уверенность в себе, может научить вас оставаться пробужденным. Писательство – это способ понять и раскрыть самого себя. Натали Голберг. Сейчас писательство на пике моды. Каждый ведет свой блог. Выходит очень много всевозможных книг. Можно писать свои мысли, сочинять стихи, рассказы и делиться этим в интернете. Очень хорошо делиться знаниями, которые у вас есть. Стать проводником знаний. Делиться полезной информацией. Основной страх – никому не нужна эта информация. Все и так есть в интернете. Интернет этим кишит. В Яндексе найдется все. Но это заблуждение. Во-первых, вы начинаете думать за других, а это проявление эгоизма. Позвольте людям самим решить, интересно им это будет или нет. Во-вторых, это в первую очередь полезно и необходимо для вас. И пусть это будет вашей целью развития писательских качеств. Если страшно и нет желания вести свой блог, можете писать в блокноте, сочинять стихи, писать рассказы и тетради в стол. Придет время, и вы не сможете больше держать все в себе. Простые рекомендации. Избавьтесь от страха, что вас осудят или не поймут, потому что это главная помеха. Выберите день, когда у вас в обязательном порядке должно быть что-то написано. Этот пункт не позволит месяцами ждать вдохновения. Это может быть среда, например, день Меркурия. Если вы будете делиться этим в интернете, то проверяйте информацию на достоверность и следите за тем, какой посыл вы несете и какие семена сеете. Конечно, замечательно, если вы пишете о вечном, добром, полезном, позитивном. Выключите своего внутреннего критика, расслабьтесь и будьте самим собой. На этот день можно взять такое задание, аскезу. Писательство – это и способ отличься от повседневной рутины, и творческая одушина, и психологическая разгрузка, дневники, утренние страницы, и даже способ заработать деньги. Да просто обновить статус соцсети, чем не писательство. Напишите сегодня что-нибудь полезное и информативное на своих страничках в сетях. Не переживайте, как именно это получится, что подумают и так далее. Можете написать в комментариях какое-то свое веяние, может быть, написать стихи, вам захочется. И мы стремимся к самым позитивным энергиям Меркурия. Это аналитические способности, умение быстро схватывать суть, осознанность, хорошая память, способность усваивать материал, коммуникативность, умение планировать действия для достижения цели, быстрая адаптация к условиям жизни, способность посмеяться над собой и чувство юмора. Тут я, конечно же, хочу дополнить, что способность посмеяться, она помогает организму расслабиться, особенно когда есть напряжение. И умение написать что-то, выгрузить какие-то обиды, очень связано с нашим телом. Третий дом – дом рук. Имеются в виду не только кисти, имеются в виду еще и плечи, и верхняя проекция легких. Когда мы сдерживаем какие-то эмоции, мы блокируем в теле определенные участки и чувствуем напряжение. И поэтому может возникать ощущение, что плечи просто становятся свинцовыми. Для этого тоже очень хорошо помогает практика смеха, можете написать анекдот в комментариях, да, и умение высказывать свои мысли корректно, потому что чаще всего конфликты возникают тогда, когда два человека друг друга неправильно поняли, и на основании этого сделали неправильные выводы. Умение правильно понять и переспросить, а вы правильно ли меня поняли, а мы точно встречаемся там, там, тогда-то и тогда-то. Это помогает снять лишнее напряжение. При этом у нас 16-е лунные сутки, гармоничный, спокойный день. Постарайтесь соответствовать этому, тоже будьте спокойными и умиротворенными. Настройте себя на размеренный ритм, создайте приподнятое радостное настроение и занимайтесь своими обычными делами. Вы получите большой заряд энергии, если не будете проявлять чрезмерную активность. Сегодня не нужно гнаться за впечатлениями, яркими событиями, просто включитесь в поток жизни и следуйте за ним. Не пытайтесь нарушить естественный ход вещей, пусть все идет так, как идет. Символ этого дня – голубь, бабочка, лестница в небо. День равновесия между физическим и всем остальным. И голубь, и бабочка олицетворяют душу. Если вас обидели, найдите внутренний баланс и не реагируйте на раздражителя. Старайтесь двинуть работу на более продуктивные дни, а сегодня возьмите тайм-аут. Сегодня люди могут быть склонны мечтать. Хороший день для всего, что связано с очищением, на уровне физики тела. По здоровью – это день обновления крови. Уязвимый орган – селезенка. Идеальный день для очищения, отличный день для бани, массажа, ароматерапии. Полезно сидеть на диете, нежелательно есть мясо. Хорошо делать упражнения на баланс. Спина должна быть ровной, следите за ней. Неудачное время для крупных сделок и важных дел с перспективой, поэтому тут мы опускаем момент, что среда – это день благоприятный для торговли или запуска бизнеса. Хороший день для творческих людей. Может проявиться креатив, и свежие идеи обязательно к вам придут. В рамках отношений для сексуальной активности день противопоказан. Неприемлемы авантюры. Меняется гормональный баланс в нашем теле. Для свадьбы день тоже не подходит, но отличное время для медового месяца, а также для планирования будущих семейных отношений. Можете сделать практику на 16-й лунные сутки, чтобы прийти к гармонии. Луна находится в созвездии Ардра, которая будет пытаться всеми силами вывести вас из себя. Поэтому завершайте, избавляйтесь от вредных привычек, возьмите в руки гитару, выгрузите все эмоции на бумаги, которые вас раздражают, и идите в свое светлое будущее уже завтра, когда будет очень замечательный день, луна будет в Пунарвасу, 17-е лунные сутки, и уже захочется дарить свою мудрость и обретать близких людей. Краткое резюме дня. Сильное желание что-то исправить хорошо компенсируется сексуальной энергией, но в этот день она нежелательна. При нереализованности возможны вспышки гнева, негатива, но и возможность быстро остыть после выплеска эмоций. Эмоциональный поток может быть скомпенсирован тренировкой вашего фокуса внимания, общими ценностями с близким человеком, пониманием общих целей и ощущением близости. Близость не всегда подразумевает секс. Это возможность обнять, возможность выговориться, возможность послушать своего близкого человека. Это момент дружбы. И настрой на день. Я освобождаюсь от всего, что затрудняет мое устное и письменное общение с другими. Я расстаюсь со всеми негативными суждениями о моем интеллекте. Я легко приобретаю любые необходимые навыки. Мое сознание открыто для новых идей и взглядов. Я с уважением отношусь к своему творческому процессу. Я благодарен жизни за каждый урок. Я знаю, что любая история из личного опыта добавляет новые краски к полотну моей жизни и истории человечества. Я спокоен в поисках жизненной правды. Чем больше я учусь, тем больше расту, и этот процесс никогда не закончится. Как творческая натура, я наслаждаюсь каждой моментом. Для свободного полета мысли мне нужны только спокойствие и доверие к себе. И, как обычно, я желаю вам находиться в состоянии легкости, радости и великолепии. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на этот канал. Субтитры создавал DimaTorzok